всем привет дорогие зрители канала энди лайн сегодня 15 и июля это значит что каналу исполняется три года и я сегодня отправляюсь в очередное мини путешествие в какое-то совершенно новое место как уже в общем-то завелось по хорошей доброй традиции именно там я буду отмечать день рождения сегодня выпуск необычный на канале изменения и в моей жизни тоже в общем смотрите все узнаете и собственно поехали ну что друзья есть ли у вас уже предположение куда я отправился в этот раз у нас же все-таки канала путешествия и мы все время должны оказываться в новых местах с вами вот но на самом деле подсказок уже было миллион просто миль так здесь есть парковка все цивилин к парковка бесплатная в этом году летом друзья как лет настоящее жаркое и сегодня ровно середина лета и так я приехал в горке ленинске из постоянно летают самолеты и так горки ленинские я живу буквально там 20 километрах от этого места и никогда никогда здесь не бывал и сейчас когда искал куда же поехать на 15 июля нужно было уезжать недалеко от дома горки ленинские все-таки известный музей и если я здесь никогда не был почему бы не попасть в этот раз на день рождения нашего канала три года назад 15 июля 2015 года вышло наше первое видео ну и мы собственно с этого дня ведем отчет не буду вас долго томить моей жизни произошли кардинальные изменения в общем то можно сказать что вообще год такой примечательный мой любимый футбольный клуб локомотив наконец-то стал чемпионом спустя 14 лет чемпионат мира проводится в россии трамп наконец-то встречается с путину у меня тоже произошло важное событие а заключается она в том что друзья у меня в жизни новая женщина да так бывает как говорится правило новые жизненные условия в общем вообще все кардинально меняется понимаете прежде чем познакомить вас с новой женщиной я бы хотел отдать должное уважение своей первой женщине с которой этот наш канал энди лайн собственно и создавался которая внесла туда огромнейший огромнейший вклад в его становление продвижение вот поэтому они конечно тоже сегодня в нашем видео появится нет вот так вот знаете сейчас ладошкой закрою кран и тут появится они вот и они все как я обещал привет дорогие наши зрители ну что ж с праздником с трехлетием нашего канала спасибо что все это время вы были с нами видите у тебя как это сразу похоронная речь спасибо что были с нами мы же тебя все-таки иногда тоже будем снимать не переживай но видите обещаем быть вместе с вами радовать новыми видео может быть теперь не так часто но тем не менее как-то пережила появление новой женщины в моей жизни тяжело конечно мне это далось в любом случае как ни крути с какой стороны не посмотри тяжеловато а между прочим усадьба это раньше владели другие люди советская власть прихватизировала так они взяла мороженку успокоиться немножко сейчас поплакала ладно это я шучу конечно она у меня стойкая никакие сложности ей не страшны а мы кстати заходим усадьбу непосредственно старые ворота оградка ну что ж как ты смотришь в этой ситуации на перспективу твоей жизни собственно лично перспективы твоей личной жизни после всех этих событий они прекрасны какие-то открываются новые горизонты возможности я конечно рада но перспективам вот так вот я кстати тоже рад такие перспективы открываются перестаю тебя мучить и задаю последний самый главный вопрос как ты будешь существовать с моей новой женщиной ну я думаю на все сложится ну что ж взрослые люди адекватные найдем компромиссы кто взрослый-то ты про кого сейчас любимая беседка дедушки ленина давайте же пройдем туда поспешим поспешим короче говоря любимая беседка ленина оказалась занята двумя маргиналами не очень трезвыми не очень обутыми дурно пахнущими короче говоря мы оттуда ушли в общем суть в том что мы пошли в другую сторону с другой стороны и пришли в нелюбимую беседку ленина да такая оказывается тоже есть а а А вот это вековой дуб. Ему 800 лет. Сложно его, конечно, уже полноценным деревом назвать. Так, остаточки. А самое главное хочу вам сказать то, что вот это самое удивительное, что Аня знает мою новую женщину с самого рождения. Давайте познакомимся с Полиной. Ой, вот она Полина Андреевна. Ага, вот так вот, дорогие зрители. Вот такие вот мы, как говорится, молодые счастливые родители под 50. Сколько у нас Полина уже? Три с половиной. Сегодня прям половинка. Сегодня прям половинка. Три с половинкой. Ну, она не первого числа развилась. Нет. Вот. А еще мы пока Полину все-таки не будем показывать, потому что мы должны получить у нее письменное разрешение. Ну, хотя бы устное. Хотя бы. Вот. Она пока нам бы не давала. Говорит. Не-не-не. Чуть-чуть попозже. Вот. Ну, собственно, давайте еще немножечко погуляем по этим прекраснейшим горкам Ленинским. Да. Мы, кстати, заметили, что это реально горки. Да, горки тут есть. И пруды тоже. И беседки. И ротонды. И гроты. И гроты. Погода начинает гортиться. Возможно, пойдет дождь. В общем, немножко еще гуляем и закругляемся. Вообще, я хочу сказать, что у нас Поле сегодня совершает впервые в жизни настоящее путешествие. Конечно, мы там выходили уже вокруг дома. Там к речке ходили, который около нашего дома протекает. Вот. Каких-то насекомых мы собирали, а нас перечищали. Ну, чтобы никаких вредных насекомых не принести в поле. У нас мама параноика. Канал о путешествиях, знакомство с Полиной и первое путешествие Полины. Замкат. Слушай, ведь правда, она сегодня первый раз выехала за МКАТ. Вот это да. Чудеса чудесные. Об этом ты вообще подумала? Да, подумала. Нет, не подумала. Пока ты мне сказала, я не выглядела. Ведь реально, Замкат еще не ездила. Серьезно, да? Вообще, серьезно. Так что это настоящее путешествие. Прям даже не знаем, как теперь видео назвать. Первое 3П. Первое путешествие Полины. Первое путешествие Полины. Шоу прикольное место. Видимо, для декорации фильмов или что-то в этом роде. Называется городок Богородск. Только что я его посмотрел, снимал для вас. Предлагаю и вам поглядеть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фуф. Устали мы. Давно не выбирались. Канал о путешествиях давно не путешествовал. Что хотелось бы сказать? Поздравляем себя. Наш канал, которому уже целых 3 года. Мы очень рады, что у нас уже 800 с лишним подписчиков. Ого-го. Уже практически топ-блогеры, да? Ну и как вы понимаете, в силу того, что произошедших в нашей жизни изменений с появлением Полины Андреевны, у нас 2018 в плане путешествий практически выпадает. То есть вот реально после Калуги это наша такая первая поездка. Да? Да. То есть мы прям вообще никуда не везли? Ну только в Смоленск когда ездили, ну так. А, да, в августе. Ну это практически я совмещал со своей рабочей поездкой, поэтому это даже не считается. А вот так, чтобы куда-то выбраться, вот прям реально мы... Первый раз. Первый раз. Ну и как мы уже сказали, с Полиной. У Полины так это точно первый раз. Да. Вот. Поэтому не теряйте нас, не переживайте. Будем еще путешествовать и вдвоем, и втроем. Оставайтесь с нами, смотрите наше видео, потому что в любом случае впереди еще фильм про наше путешествие в Екопу весной 2017 года, то есть это должно быть очень интересно. Вот. Ну и также желаем вам путешествий, ярких событий, вот. И исполнения всех ваших желаний. Будьте с нами, смотрите, комментируйте, ставьте лайки. Для нас это по-прежнему важно и нужно. Да, обязательно подписывайтесь. Активнее, активнее. До тысячи осталось совсем чуть-чуть. А там уже две, три, четыре, пять. Да, как правильно заметила Аня, несмотря на то, что мы практически пока не путешествуем, но будет большой фильм о Европе. Реально большой. Там серии 17-18, не меньше будет. Надеемся, с осени начнем потихоньку его публиковать. Ну, хоть чем-то заполним тишину. Ну, и у нас еще кое-что в запасе есть, на самом деле. Да, когда-нибудь это совсем уж когда будет тухло, мы это вытащим из архивов, так сказать. А на сегодня все. Еще раз спасибо, что были с нами. Да, спасибо, что смотрите, комментируете. Это очень важно. Мы, кстати, да, вот специально никого по имену не называем, но хотим сказать, что у нас появилось много замечательных, пусть и виртуальных в какой-то степени, но друзей действительно, да. То есть мы рады, мы рады всегда вашим комментариям, рады вашим... Откликам. Откликам, добрым отзывам, потому что чем мы действительно гордимся, можно так сказать, то, что у нас очень хорошая аудитория. Не устаем об этом повторять, не устаем. Не потому что вы хвалите нас, а потому что... Это чувствуется, это всегда чувствуется по комментариям, по стилю изложения, вот, по настрою. Ну, как бы, когда люди позитивны, да, и несут добро, эта энергетика, она всегда ощущается. А мы продолжим делиться своей позитивной энергией, энергетикой с вами. Все, спасибо, друзья. До новых встреч и новых путешествий. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!